Наша музыка. Наша. Мы приехали на презентацию, закрытую презентацию нового альбома Noize MC. Это наше новое скандальное видео. Как жаль, что вы его только сейчас увидели. Как жаль, что мы его так поздно доделали, но несправедливо. Старита галтелая и лучше уж поздно, чем никогда. Вы должны все знать, что творится беда, как стало совсем недавно. Известно нам, Америка вводит войска во Вьетнам. Этот трек подарил нам новый логотип группы, который красуется на обложке в этот злобный Пацифик. Песня эта называется «Вьетнам», как многие уже догадались. Вторым треком на пластинке сразу после песни «Вьетнам» идет композиция «Шлак ваша классика». Месседж этой песни – большинство современных песен, ну и любых других культурных продуктов, назовем их так. Срок их действия и годности крайне недолг. Ровно две минуты – это будет модно, а время пошло, стартуем с исходной. Наша задача быстро и бодро – набрать 7 миллиардов просмотров. Это будет нереально круто, но только покуда идут две минуты. Минута 49, минута 48, времени мало, дела придется бросить. Бегом поиски, бегу, руки на клавиатуру, пливай буквы в строку. Минута 41, минута 40, шевелись, финиш уже скоро. Одна миллионная миллиметра от актуального тренда до ретро. Минута 33, минута 32, дави на плаву, давай, дави, живей. Вечную музыку, книги на все века. Рулоны, миглеющие, мухи на лен. За бордюкну шарку, шлак ваша классика. Фонцарки уже не тут, это не тренд. Если мы не согласны с человеком, если он нам чем-то не нравится, первым делом мы обзываем его в какой-либо форме умственно отсталым. Дебил, придурок, дурачок. И поскольку у меня очень много хейтеров, как у любого классного рэпера, я периодически, конечно, слышу со всех сторон обвинения в низком интеллекте. Я глуп, это сразу понятно всем. Я глуп, глупее тебя раз всем. Я глуп, это сразу понятно всем. Я глуп. Следующая песня, она называется «Эгоизм». И я даже не знаю, что мне сказать. Это песня настолько прямая, что, пожалуй, не нуждается даже в комментариях. Я так и не понял, это грустная песня или она позитивная. Есть в ней какая-то светлая печаль. Люблю исполнять ее на концертах. Непонятно, это баллада или же боевик. Ну, тема прекрасна, наверное. Противоречивая, важная для меня песня. Очень люблю ее. Если вселенная бесконечно-беспительна, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет, копию песни этой. Если вселенная бесконечна и правда, то прямо следует из этого факта, Что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там глуби далеких калактек. То есть не ты, конечно, отбая копии. Не меняю мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия. И вселенная бесконечно-беспительна, бесконечно-беспечна. Действительно, бесконечно-беспечна. У меня есть давняя мечта. И я надеюсь, что ее, как и многие мои другие мечты, удастся осуществить. Я бы хотел стать автором какого-то большого музыкального детского произведения. В этом плане для меня ориентир – это бременские музыканты. Я пока что только пристреливаюсь и примеряюсь, но первая ласточка выглядит так. Это песня «Жадина». Спортивная в некотором смысле песня – это песня «Бассейн». Песня эта посвящается крайне экстремальным видам спорта, одним из которых, несомненно, является рок-н-ролл. Максим М класс Ihre «Бассейн» За несколько секунд от угла до угла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Но-о-о-о. По синим боклам разбит ам�ным бассейн. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ставлю рекорды на скорость и внутр Adventure. Ну-ну-ну-ну. На-на-на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Могу проплыть легко по самому дну Крайне не рекомендую вам прыгать со сцены в Магадане Лучше в бассейн разбитого из тепла Социально я защищу, защищу, пенсионный путь Я ложил на басу, я грустный, железо-петонник В системе нужны надежные детали, чтоб работали тихо и не жужжали Чтоб размышлениями не мешали процветать в своей великой державе Та добра довести не может излишек ненужных мы слышим Чем бить, тем проще и мельче, тем вероятность поломки ниже Копи-пейст, копи-пейст, улучшай демографию, действуй быстро Копи-пейст, копи-пейст, лайки скорее, запчасти для механизма Твое время уходит, тебя спешат, не успеешь даже оглянуться Как-нибудь перебьюсь от искусства списка твоих социальных путей Что, перспективы не нравятся? Чувствуешь злость, ненависть, ярость? Пой со мной, восславим еще раз нашу безбедную старость Песня Школотой Безапелляционная, уличная правда, Байз МС Настоящий донгста рэп И, конечно же, ролевая модель для всех крутых пацанов будущего Мой юный друг, тебе знакомы эти симптомы? Еще и в интернете всякие тролли и гномы Так и норовят назвать обидным словом Школота Я понимаю, твой паркер, но не беда Это не навсегда, не переживай, дружок С каждым прожитым днем все ближе последний звонок И если даже будет никто так и не даст на выпускном Все равно не батя, да тут как-нибудь потом Поздравляю ты теперь Взрослый и глутой Теперь никто не последно Звать тебя Школотой Песня была записана специально в более медленном темпе Чтобы потом ее ускорить И получился такой бесклявый голос Сейчас я не смогу это воспроизвести Послушайте пластину Следующая песня посвящается слухам Средством массовой информации И все такое Она называется Друг подруги, тёлки, брата Друг подруги, тёлки, брата Что-то видел в крае луха Что-то слышал краем глаза И забыл об этом сразу Он одно запомнил точно Это все хуйня тупая Я с ним полностью согласен Не читал, но осуждаю Дважды, два, пятнадцать, трижды Взять, четыре Не умею ошибаться Знаю все об этом мире Дважды, два, пятнадцать, трижды Взять, четыре Не умею ошибаться Знаю все об этом мире Помните, в Москве был так называемый blackout Когда просто лужаки были наполнены пухающими людьми Которые не пошли на работу Потому что не ездят в метро Было это, по-моему, в 2004 году Ну, в общем Безмазы нажимать на кнопку Вызывая диспетчера Дело к вечеру Не побить, не заточить, нечего Хорошо, что ты в туалет до сих пор не приспичила Чтоб не зайти, снимав пространство Ахманично Нам спасались тем, что вспоминали тусы на Арбате 2005-е лето Те еще были в патии Ахманично Господа, мы не дельфолу кругом зрители О-о-о Приехали менты дальше без уцелителя Давай представим Что если белый и черный поменять местами Давай представим Давай прикинем Посмотрим на мировую историю в негативе Давай прикинем Давай представим Что если белый и черный поменять местами Давай представим Давай прикинем Посмотрим на мировую историю в негативе Водол не затейливый ультрафравый уют, их тебя точно убьют, и жена твоя не пройдет этот кастинг. Печальный финал ждет и вас, и ваших детей, вас принесут в жертву во имя всеобщего счастья, Чтоб свадьба солнца светила лишь для самых лучших людей. Выписка ЭДМ-1488, пройдет Немышкиным к высоченным заборам, Но вряд ли очередь откуда кого-то подкосит, планету снаружи доверку зают бетонным раствором. Сихай, не вижу ваших правых передних лап, покажите мне, как друг друга приветствую, Должны многие из населённых, и вся самца берусь кубам, времена великой отечественной войны. Любит наш народ всякое говно, всякое говно, любит наш народ, любит наш народ. Всякое говно, всякое говно, любит наш народ. Не, ну я понял, это типа ирония, но говно не запшикать духами так, чтобы не было вония. Короче, это не песня, а галим мы гоним, вот давай-ка лучше заценим, чё там на шансоне. О, реальная тема, от души не зло, хоры в натуре слушают всяких козлов. Вот это ебать, реальное искусство, а не ревесло. Охуенное, бля, сочетание музыки и слов. Вот сразу плыть на таланту человека, до такого текста не дыбуня, как всяким гомосекам. Чё, мне нравится, а вкусов не спорят, молчи, говно, мебать, назвать нельзя, только лужу мочи. Любит наш народ, всякое говно, всякое говно, любит наш народ. Говно, бля, бля, пуха. До новых встреч, напоминаю, что в электричестве и рубнике можно всё это послушать 18 мая в Stadium Life. Заходите на огонёк. У нас в гостях побывали Эдмунд Шклярский и Марат Корчевный, группа «Пикник». А что за экзотический инструмент? Духовой, привезённый вами из Ижевска. Ну, он не столько экзотистик, но пневмо-ружьё. Мы, наверное, главный курорт не нажать. Видно, дьявол тебя целовал, В красный рот тихо плавясь от зеной, И лица беспокойный овал Гладил бархатной тёмной рукою. Если можешь, беги, рассекая круги, Только чувствуй себя обречённой. Стоит в солнцу зайти, вот я Стану вмиг фиолетово-чёрным. Фиолетово-фиолетово-чёрный. Фиолетово-фиолетово-чёрный. Да, сегодня позволено всё, Что крушишь себя так уволечённо. Видишь, я над тобою кружу, Это я фиолетово-чёрный. Если можешь, беги, рассекая круги, Только чувствуй себя обречённой. Стоит в солнцу зайти, вот я Стану вмиг фиолетово-чёрным. Фиолетово-фиолетово-чёрный. Фиолетово-фиолетово-чёрный. Да, 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 да Нет, не хватит еще, еще Нет, не хватит, ведь было такое Он лица беспокойный Овал гладил бархатной темной Фиолетово, фиолетово-черный Фиолетово, фиолетово-черный Фиолетово, фиолетово-черный Фиолетово, фиолетово-черный Энн Мушлярский рассказал нам о том, какие подарки группа Пикник получает от своего фан-клуба Вот очень много вещей мы получаем, которые сделаны руками, а не куплены Да, вчера подарили пасхальное яйцо, которое было сама Сами сделали? И сами, нет, сами не сделали, но это, скажем, готовый образец, но он был расшит То есть не расшит, а раскрашен Редко звучащая в эфире нашего радио песня «Русы-косы» прозвучала в эфире нашего радио Русы-косы, ноги-босы, листья в волосах Вот и утро перламутром красит небеса Подойдет ли, упадет ли сжатым голосом Запоет ли, запоет ли дивным голосом Миг заветный, плод запретный, искуситель ждет Звонка быстро, вспыхнет искра, все произойдет Мир не познан, ему звезды тихий дарят свет Вновь согреет, залит на губах рассвет На губах рассвет На губах рассвет Чьи там лица заблудиться, что ли, незначай Самый светлый, беззаветный, отведи печаль Что скитальцы, как сквозь пальцы, время утекло Самый светлый, беззаветный, засланий крылом А засланий крылом А засланий крылом Также был задан оригинальный вопрос А как же рождаются песни у Эдманда Шклярского? Любая песня, она рождается от фразы То есть есть два слова, как правило Вот мое имя, стерше все иероглифы, в принципе, можно было на этом закончить песню Но она должна иметь все-таки какой-то объем Поэтому дальше идет наполнение куплетами А, собственно говоря, многие песни, они, в принципе, состоят из двух слов И можно на этом было закончить Не обошлось, конечно, без песни «У шамана три руки» О, шаман три руки О, шаман три руки О, шаман три руки И крыло из плеча От дыхания его Разгорается свеча И порою сам себя Сам себя не узнает Распахнутая душа Надрывается, поет Надрывается, поет Надрывается, поет О, шаман три руки О, шаман три руки Что не знает ничего Что не знает ничего Дай, 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 дай Дай, 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 дай О, шаман, три руки О, с отрубиновых лучах От дыхания его Разгорается, разгорается, разгорается Разгорается свеча И, конечно же, в заключении нашего сюжета Мастер-класс от маэстро Вот она замедленная Это первая корня Мастер-класс от маэстро И, конечно же, в первую корню И, конечно же, в первую корню Мы находимся в студии нашего радио С нами Лусина Геваркян Из группы Луна и Трактор Боулинг Это наш мастер Мастерица Мастерица и волшебный мяч Начинается сказка Что происходит Однажды я сидел дома Смотрел телевизор И увидел Стаса Михайлова И подумал, что я же лучше Но я петь не умею Я должен петь лучше, чем Стас Михайлов И, взяв уроки вокала Я приду к вершине хит-парадов Всех радиостанций Чёртова дюжина Вахтанг уже начал распеваться Я ещё пока Сыкую Я должен вам сказать Что у меня абсолютно нет слуха Абсолютно и нет слуха Абсолютно и нет слуха Поэтому Значит, я взял Лусине И сказал Лусине, ты должна меня научить Она сказала У нас есть два занятия И ты запоёшь Приступим Четыре Я тоже не умею Тоже хочется попробовать Прямо сейчас Подышать Попить Приступим Мы сейчас приступим К первоначальным Разогревочным упражнениям Так как у нас один мячик Делать будем по очереди Это будет очень позитивно Ага Ага Сменили 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 По ноте Громазика прилетит Субтитры сделал DimaTorzok 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 Традиционный мастер-класс от маэстро Слушайте, смотрите, запоминайте Всем привет, мои дорогие Я Нестеров Олег, группа Мегаполис Я сейчас вам попытаюсь показать Как играется на гитаре Песня-звездочка Для простого туристического застольного исполнения Как она на ней сама на ветру Звездочка кружится Одиноко по дну Воина веселится Здесь партия для соло-гитары И так дальше, второй куплет Одиноко по дну Воина веселится Все то же самое Снег и лесы на ветру Замезают птицы Партия для соло-гитары Потом модуляция С пеплом смешивает снег А дальше уже в рассыпную бас соло-гитарой Расходятся И о мое дело молчать И в общем-то А ваше дело После этого Поднять дружественную У костра Или за дружеским столом С днем космонавтики Космонавтики С днем космонавтики В честь этого прекрасного праздника Мы решили заслать В музей космонавтики Настоящего Американского шпиона Это наш друг Тим Керби Давайте посмотрим На мир космоса Американскими глазами Всем привет Меня зовут Тим Керби Вы видите За моим плечом Монумент Со взлетающей ракетой А прямо Под этим монументом Находится Музей космоса На входе в музей Нас встречают Космические пришельцы Метеориты Огромные камни Упавшие на землю Из космоса Вполне возможно Что они радиоактивны Поэтому я предлагаю Пойти от них подальше И посмотреть Экспозицию музея А вот и первый спутник Шар запущенный В 1957 году Позывные которого Бип-бип-бип Могли слышать Все радиолюбители земли Известный нам Объект По Различным Кинолентам Рядом с ним Макет первого Биологического спутника На котором была отправлена В космос Собака Лайка Это был билет В один конец Инженеры вспоминают Что многие плакали Когда отправляли эту дворнягу Все знали Что она летит на гибель Мы помним Тебя Лайка Первые вернувшиеся После полета Собаки Белка и Стрелка У них хорошая судьба Одна из собак Даже принесла Потомство После полета Чучела Белки и Стрелки Стоят в музее Ну а это их корабль После собак В космос Отправился человек Юрий Алексеевич Гагарин Здесь представлен его корабль Награды Юрия Гагарина Высшие награды Советского Союза Именем Гагарина назван морской корабль Который контролирует деятельность Космических объектов А вот скафандр Юрия Гагарина Вообще скафандры советских космонавтов Отличаются от американских Зеркало Цвет Дизайн В музее выставлены разнообразные скафандры От первых До современных Я хочу познакомить вас с людьми Которые считаются отцами Освоения космоса И ракетостроения Это Циолковский И Королев Вот как Циолковский Представлял себе Космический корабль Ракета Установленная На хвостовое оперение Разделенное на отсеки Машинное отделение Жизненное отсеки И так далее А это Сергей Павлович Королев Рядом с Москвой Есть город Королев Названный в честь советского конструктора Королев отправлял в космос Гагарина и других космонавтов До своей космической карьеры Сидел в тюрьме Сталин его посадил за вредительство Советский космодром Байконур Построен в степях Казахстана И я даже некоторое время жил В этой стране Посмотрим, как устроен космический корабль Это трехэтажный дом для трех человек Но все люди находятся на одном этаже Первый этаж Это двигательный отсек Туда космонавты не попадают Второй этаж Спускательный аппарат Космонавты находятся в этом отсеке Когда поднимаются в космос И спускаются на Землю В нем три кресла Каждый из которых Похоже больше на ванну для ребенка Космонавты лежат в них Во время подъема и спуска А когда корабль на орбите Тогда можно отстегнуть ремни И выбраться на третий этаж Который представляет собой бытовой отсек Тут космонавты отдыхают Работают на орбите И отсюда переходят на космическую станцию Или в другой корабль после стыковки Первая большая космическая станция Называлась Мир В начале нового века Ее затопили в океане А до этого она работала на орбите Целых 15 лет Посмотрим ее первый базовый блок Туалет за занавеской Стол для еды Иллюминатор Разные элементы управления Ноутбук на потолке Ну как вы понимаете В космосе нет понятия Пол или потолок Так как телесомость Поэтому ноутбук может быть на потолке На орбите космонавты работают Выращивают растения Проводят опыты Ремонтируют станцию Едят космическую еду Иногда болеют В общем живут нормальной жизнью Рассмотрим детали космического быта Космические инструменты Однажды сумка с таким набором инструментов Выскользнула в открытом космосе Из рук космонавта И теперь летает в космосе Как мусор Это космическая еда Чубики и консервы А это космический холодильник Во что космонавты одеваются? Вот какую одежду носят космонавты Есть даже специальные трусы Для выхода в открытый космос А это нижнее белье Женщин-космонавтов В музее есть выставка Посвященная 80-летию Армстронга Первый человек на Луне Вот его команда Кусочки лунного грунта И флаг Советского Союза Который побывал на Луне Это подарок американского президента Советский Союз Отправлял на Луну Автоматические станции Это луноход Он ездил по Луне Со скоростью 2 км в час Русские корабли одноразовые Космонавты возвращаются на Землю В большом шаре Тут вы видите макет посадки Спускаемого аппарата в тайге Космонавты сидят и ждут спасателей На дне шара есть инструкция Для тех, кто обнаружит его в лесу У каждого космонавта есть спасательный набор Компас, ружье, спички Еда А здесь макет Центра управления полетами ЦУПА Это дублирующая станция С нее однажды была связь с космонавтами Прямо отсюда из музея И все работает Так выглядит музей космоса Который вы можете найти на ВВЦ Или, если хотите, на ВДНХ С вами был Тим Керми До свидания А у нас в гостях был Дмитрий Ревякин Группа Калинов Мост Тихо ко двору придет весна В белом танце медленно закружится Грусть кручина больше не важна После спячки сердце греет, лужится С треском гаснут С полохи лучин Сумеречна с полдника до ужина Номер злополучный По одной груздями гостя почуй Кто помянет горечь позолот Хранить оплот Царствует Кощей который год Как в аптеке Как в аптеке градусы измерены Травку щиплет грустно Хилый скот Ищут водопой слепые мерены В древески стаканы Взят прицел Сонные стадами тежно скалятся Корень зла находится в яйце Повод обладать невестой полицей Вышел к дубу лесоруб А следом медвежатник Ждет отмашки селезень пилот Вскрыт ларец труха скорлуп Ломай иглу нещадно Будем сеять новый огород Был никчемный стал удал Ордынская замятня Будет жарко вижу наперед А нам сердечно без суда Доверят пряник мятный Ныне трезвых намеки не прет Хранить оплот Хранить оплот Мы выяснили, что Дмитрий Ребекин Недавно попробовал себя в роли радиоведущего Я в программе «Дорогая передача» Я вот был ведущим, да Принимал заявки, озвучивал их И ставил песни А еще мы выяснили, что в юности Он был настоящим ведущим танцев Что танцевал, как вы думаете? Я готовил программу, то есть Собирал песни, под которые People будет танцевать И вот их озвучивал Значит, вы были первым парнем на деревне Потому что девушки всегда с ума сходят По тем ведущим дискотекам А мне, кстати, вот интересно Каким образом происходила эта конферанс Или как это называется? Вы собирали какую-то музыку Записывали на кассеты, естественно, тогда Поскольку ничего другого не было И, предположим, ставили, ну, песню «Битлз», я не знаю И вы рассказывали какую-то историю песни Или каким образом это конферанс Ну, что-то врал там стоял, придумал Что? Я уже не помню Но что-то говорил там, конечно Хотелось бы пройтись по вершине хит-парада тех времен Три самых популярных песни на вашей дискотеке Ну или вашей любимой Не, ну у нас общежитие было мужское Девчонок было немного Поэтому, конечно, у нас котировалась такая тяжелая музыка Вот и народ так это рубился Там под файбл, дипепл или ну что-то вот такое А медленные танцы? Ну, медленные, медленные обязательства Девчонки были, к нам приходили И местные были, конечно Так что все были и медленные Вот, а заканчивалось это все туром вальцев В 25 минут у нас играли одни вальсы И кто умел танцевать вальс, они танцевали Камни в исполнении Дмитрия Оливякина Мы камни живые Храмины небесного духа Не смей маловерный Шагнуть за очерченный круг Душа омертвела В тисках ледяного недуга Помечены лица Знамением дьявольских слуг Запоры крещат Выползает дурман под земель Роятся зловещие числа Последних времен Астролог пиарно Слепой зодиак перемелет Шаманы камлают Среди обреченных племен Из бренных костей Испаряется яростно кальций Где маги оккультной грибницей Пахтает мираж А юный герой Изучает стремительно карцер Его заклинили Для всех он отпетая мразь А там за забором Снуют наугад Биоритмы Рычит биомасса утробно Глотая ТВ Сердца их программно Безжалостно скальпелем вскрыты И мне зачем жить Они жертвы всемирной вдовы И небо безумной столицы Все ниже и ниже Атланты бессильны Величие в бездну ушло Спешите спасаться Актеры и прочие иже Засуньте в дупло Режиссеры В свое ремесло На ваших глазах Отливают Свинока Смагоний Стигматы Дешевого транса В развес ни при чем Смотри Как послушное стадо Прицельно погонят В объявленный рай Техногенный Медийным лучом И будут в оргазме Визжать и взывать Нарочито И донорской кровью Наполнят захлеб Закрома Где лазером Каждый зрачок Толерантно прочитан Где чипы контроля Штампуют Режим окормлять А кто не смирился Что дерует Сны кропотливо Он в драке И в песне Искусен Он ас-подрывник Он выбрал Мишенью инферно Он судит Нарывы И расчерком Грозным Ведет Сокровенный Дневник И мир Обретает Иное На чистых Страницах Где творчество Исповедально Где пристально Смерть Где каждое Белое утро Безмерным Троится Ты с ними Всевышний Доносится Трубная Медь И вдруг Промыслительно Разом Погаснут Экраны И явит Рассвет Первородное Пламя Дуги Считает Часы Заключенный Рубцуются Раны И шлет По каналам Соратникам Бомбы Стихи И в срок Оглушительно Разом Погаснут Экраны И явит Рассвет Первостанное Пламя Дуги Заутринь И ждет Заключенный Прочуются Раны И шлет Постролу Соратникам Бомбы Стихи Дмитрий В эфире Нашего радио Торжественно Пообещать Что если К дню рождения Александра Николаевича Башлачева Ничего не будет ясно То мы все это Уже Бросим В интернет В интернет Выложите все таки Можно будет скачать Мы бы давно Это сделали Но Моя позиция И позиция Издателя Такая Что Александр Башлачев Достоин того Чтобы это вышло Все официально А так мы бы Это уже давно Все выбросили Кто палки в колеса ставит Там есть вопросы Есть вопросы С правами И их надо Надо постараться решить Дмитрий Ревятин Нам рассказал О том Где у него Находится дача Что он там делает И какие гости К нему приезжают Ну это далеко отсюда Это Забайкалье На берегу Реки Анон Даже можно сказать В устье Где Ингадас Аноном сливается Начинается шилка И вот В этом месте У меня дача Красивые места Очень красивые Уже долгое время Где-то года 72-го Третьего То есть это был Участок И вот мы Всем кланом Его обрабатывали Всей семьей У нас там много что растет То есть это все-таки Для вас не место отдыха А место где вы Чего-то сажаете Работаете Ну да Ну там все вместе И отдых И работа И отрада И песни пишутся И стихи Это такое для меня Как сказать Намоленное Сакральное место А скажите Что у вас там Дом Не знаю Дача Какая-то может быть Летняя веранда Замок Замок Я думаю вряд ли Да нет Там небольшой дом Отец построил И Такое обычное Что там Ну Веранда Кухня И Комната Где мы там Все спим Как в пионерском лавере И печка Да Печка обязательно Камин даже есть Вот А любите камин затопить Перед камином посидеть Ну конечно Так все любят Я не исключаю А соседи Вот я кстати С трудом могу себе Представить Дмитрия Ревятина Не знаю почему-то На грядке Которого он Пропалывает картошку Может быть Да Не только пропалывать И грибать ее еще надо И поливать И Это мое любимое Вообще занятие Вот Возиться с землей Я даже вижу Как вы пилите Рубите Собирать урожай Да Это я умею делать Ловко К соседям Хотелось бы Перейти Как выстраиваются Отношения с соседями Всегда ли они Ровные Добрососедские Так сказать Отношения Ну как принято В Советском Союзе Отношения разные Вот Есть Соседи С которыми Душа в душу И в гости Ходим Там какие-то Там кто что То есть печет Несут Там потом В ответ Что-то мама Печет Несет А есть такие Соседи Мизантроп С ними конечно Война И такая Серьезная Достаточно То есть в тонусе В тонусе постоянно Не дают Расслабиться Хотелось бы Хотя бы мысленно Оказаться За дачным столом У Дмитрия Ревекина И посмотреть Какое меню В Забайкале А вы спросите У Константина Кинчева Он прилетал И все это И все съел И все это видел И тоже с радостью Помогал И на речку за водой Ходил Еще не был пущен Водопровод А эта песня Называется Фитилек Что осталось Нам понюшкой Копля короха С ноготок Прошепчу К тебе на ушко Как попали Под каток Изнасили Кости Жилы Нет минутки Прикорнуть Давит нас Слепая сила Ох Пропадаем На корню Непомерным Временем Жалятся души На ветру Слезятся глаза Фитилек До времени Скорбно Притушен И вороны В небе Кружат Как неделя За неделей Все Матаем О жизни Срок По делам Всем нам Продели Цепь В ноздрёк И в том Урок Дело Дрянь И нет Пощады Прописали Нам Киртек Жутковат Рецепты Щадей Передеют Гнив Притык Испокон Просрочена Скверная Зелет На воды Простой Голодный Веталаги Сплочные Спазмы Веселья Страшно За себя И родных Все мы Не безродная Свальная Свора Для любви Чести Годны Упыри Болотные Псы Произвола Через крест Прицела Видны Так зайди Же Плачем Криком Жги Призыв На Соловей Одолеть Чужое Иго Долг Вернуть Земле Своей Все мы Не безродная Свальная Свора Для любви Чести Годны Упыри Кремлевские Псы Произвола Через крест Прицела Видны Школа Игорь Игорь Для любви Чести Годны Упыри Болотные Свои Произвола Через крест Прицела Видны Школа Игры На детали Дмитрий Ревятин Показывает Как правильно Играть Песню Родная Вот я Тихонько Показываю Первый аккорд Вот такой Значит Вот А в народе Они у нас Называются Когда я так Играю Называют Ну все Паучки Опять Начались Потом Вот Па-па-па-па Па-па-па Па-па-па Это вступление Потом переходим на куплет Уже можно играть проще Ледяной водой Разбит У меня Гремя Уходить Ну без паука И здесь не обойтись Вот Зреет урожай Платяй совет Отпоясай в путь Мать Меду Провожай Еще раз На синих ветрах Кто тебе помог Может Кто помог На синих холмах Кто тебе согрел Кто тебя любил Припев Вместе мы с тобой Родная И мажор появляется Опять паук Паук Да барана Из конца В конец Без края В принципе Все дальше так и идет Вот я показал Значит вступление Еще раз показываю Вот такой первый аккорд Это от ля мажора Какая-то ступень Я не знаю точно Потому что я особо Неграмотный Потом это вот Ми минор Только с до диезом В басу Потом соль мажор Чистая ми Опять ми минор С до диезом В басу Это доминанта От си минор От анализ Вообще си минор Вот Это вступление Куплет я показал С ля мажора Начинается Чтоб попроще И в припеве Появляется ми мажор Все успехов вам Дорогие Слушатели нашего радио Мы с вами провели Ну так называемый Мастер-класс Я вам показал Табулатуру Песни Родная Успехов вам Как вы учите Звоните Обращайтесь на наше радио Будем учить Следующее произведение Каринов мост Форева С гномиками сегодня Добрый день Вторая серия Наши четырехтактные оперы Наш мячик размножился Парни очень долго Тренировались Дышать животом И накачали Накачали свои ласкалу Сегодня мы начнем Опять-таки с разогрева И воодушевления Наших голосовых связок И голосового аппарата И перейдем к тренировке Различных вокальных регистров Представьте, что если бы у нас был микрофон То звук бы шел вот сюда То есть такой теплый Немножечко может быть даже глухой звук Вот сюда прямо выбираем Как будто бы мы его отпускаем Он полетный Но держится вот здесь Как купол такой Желтый-желтый-желтый снег Синие бабищи Так встречает Новый год Вот что в душе поют Наши рок-панк-исполнители Привет! Ага Такую теперь штуку делаем Кайфаю Это потому что кислорода много попало Должна скружиться голова Но так как Павел у нас уже достаточно красный Значит кислород все-таки пришел Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма- Синий зурбаган Привет! Э, э, как будто прям с косой В поле Эй, не морозь меня Вот Ну это стильное народное пение будет Эй, морозь Моего коня Стеньки рази на челне Мы сейчас с подаванами Определимся с песнями Которые в течение еще последующих Двух занятий Мы будем готовить и отчитаемся На последнем четвертом Эпохальном уроке Какие мы песни выберем? Я хочу про Волгу Из-за веков Элвиса Не, можно попробовать Ну попробовать можно Пока мы возьмем за опору Элвиса А там посмотрим Когда мы поем Слу Мы сразу чувствуем себя крутыми певцами Грудную опору А мы сегодня петь будем что-нибудь? Да, мы сегодня споем в народной В народной обработке Чартова дюжина А это как в народной? Чартова дюжина Чартова дюжина Опа, у Прохи, все, все Высоко петь надо? А ты высоко будешь? Не знаю Нет, нет, давайте на октавку Чартова дюжина О, мы вошли в резонанс Три-четыре Чартова дюжина Чартова дюжина Три-четыре Чартова дюжина Я лох Я лох Это группа такая Кучку-дук, три колонца Можешь петь, кстати О, я не знаю Три колонца В пустыне спасительный круг Кучку-дук, три колонца Одна нота у нас К ней же возвращаемся Чартова дюжина Прям обопри сейчас на звук Вспомни сейчас прям все на Вот сюда направляй На твердое небо Так вот, как они учат петь фальцетом. Конечно, они же накрашены все еще. Чёрный ворон А, кстати, сейчас попал в ноты, как ни странно Вначале, да, а потом опять мажор Для меня это весёлая песня Это ворон с вестсай, да? А, кстати, когда слезает с этого саунда Ну, то сразу начинает пропадать Конечно, когда начинаешь Вообще, когда расслабляешь Начинаешь кого-то передразнивать Дразнить, пытаться там исполнить Ну, конечно, я серьёзно Попытаюсь просто переманить Передразнить манеру того же самого Ильи Логутенко Сразу начнёте попадать в ноты Потому что вы расслабляетесь, начинаете стебаться Когда ты начинаешь стебаться Ну, не стебаться, а дразнить и петь Как Элвис, ты начинаешь реально расслабляться И петь спокойно субтоном, там вообще попадать Когда ты расслабляешься тоже какого-то певца Передразнивешь, делая скидку на то, что я сейчас шучу и ты подразню, сразу начинаешь спокойно попадать в ноту, потому что мозг расслабляется, и все зажимы снимаются. Поэтому нам нужно что сделать? Нам нужны вот эти песни, которые мы будем сейчас снимать, просто ходить по дому, слушать, слушать, напевать, а потом отключать музыку и так же, как будто бы спокойно в душе петь. Просто расслабляться и пытаться передразнить именно того, кто их поет. Поехали. Черный горон, без меня, то же самое. Что ты, горон, что ж ты гнешься над моею головой? А теперь в автаву. Паша поет баритоном, Паша поет тенером. Черный горон. Ура. О. Чо. Чо. Нет. Чуть ниже. Чёрный. Да, поехали. Три-четыре. Чёрный горон, что ж ты гнешься над моею головой? У нас есть-есть хор! Чёрный горон. А ему надо вот эту манеру на этом самом... Вот сюда чуть-чуть, в нос, отправь звук. Чёрный горон, что ж ты гнешься над моею головой? Ты добычей не добьёшься, чёрный ворон, я не твой. Ну, вибрид, потому что твой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Чё, получилось? Ха-ха-ха-ха! С вами наркоман Павлик! Да-да-да-да! Вы что, братишка! Привет, братишка! Вот он, наркоман Павлик! Ха-ха-ха! На следующем занятии тогда будем делать смешной йодель Мастер йодель? Большие яи В Африке вот такой ширины Дома до следующего упражнения потренировать тарзанов Это был урок Року Бакару Року Бакару Во ничего, ай готов Маш маш кавай А кавай тут при чем? Ну просто слово классное Кавай Аста лависта бэби У нас в гостях побывала группа Мураками Когда на улице зима Когда на лужах Плавают корабли Когда внутри Что-то не так Тогда мы таем Таем От любви Тогда Под магией четных чисел Я не устану Повторять, что мы Немного зависли Так хватит играть Восьмой День весны Дарит сны С тобою вдвоем Помолчим Восьмой День счастья Ты скажешь мне здравствуй И мы побежим Когда на небе Луна Ласкает По взглядам Трожь моих колен Когда приходит Она Мне не хватает Воздуха Совсем тогда Под магией Четных чисел Я не устану Повторять, что мы Немного зависли Так хватит играть Девушки рассказали нам О клипе на песню «Восьмое марта» Это вообще было очень смешно Потому что мы придумали Идею этого съемки клипа Пятого марта Шестого марта мы отсняли Седьмого марта мы смонтировали И восьмого марта выложили уже в интернет И девятого забухали Простая, но красивая идея Там открывается дверь И появляются разные мужчины Да И я видел там мальчика Это, случайно, не родственник чей-нибудь? Да Кто? Это же сыночка мой Сыночка твой Такую большую же Да Ого Да, а что находилось Вот в таких вот конвертиках Или это просто были Такие мешочки подарочные Или там были какие-то дизельные подарки Нет, там были подарки Мы же с собой привезли, да А вы сами себе подарили Нет, там просто нет Все мужчины приходили к нам Ну, как будто бы к нам в дом И поздравляли нас с 8 марта Дарили нам всякие подарки В итоге мы открыли, конечно, там дверь Там посмотрите клип И там лежат просто конфетки Которые все уже съели Нам оставили все две штучки А сапоги чьи? Сапоги наши Нашего администратора Там действительно много всяких интересных штук Которые мы придумали прямо вот на ходу И мы даже Что подарить? Что подарить? А давай вот это подарит Да, давай А самое забавное, что вы видите Там же как будто бы караоке в припеве, да? И там можно подпевать И вот этот вот человек Мужчина Артем Арчев Наш друг очень хороший Он просто Он ведущий на радиостанции И он взял микрофон И стал колбаситься и петь Это было настолько милость от него Потому что он такой Достаточно спокойный парень А тут он Восьмой И это было очень забавно И поэтому мы решили оставить его два раза И вместе с ним можно петь караоке Мы послушали фрагмент новой песни группы Мураками Ты не смотри на верх без гнева Лишь мой Ромео плачет снегом и бедой И нет ни рамок, ни предела Я с головы до ног пропитан на тобой Не ищу тебя глазами на концерте Мураками дай мне слово Слушать сердце по утрам Не забывай родного И путешествуй по мирам И никогда Не открывай наши секретов И без толковых разговоров за рулем Мы потерялись этим летом И все что накопили смело отдаем Не ищу тебя глазами на концерте Мураками дай мне слово Слушать сердце по утрам Не забывай родного И путешествуй по мирам И никогда Не открывай наши секреты Вместе дружной компанией Мы исполнили песню Вместе рядом ПЕСНЯ 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 Телеграмму И это мой любимый клип уже Почти обнаженная, Диляра Как почти обнаженная? Где прикрытая? Сейчас обвалим Ютьюба Потерялись в поле Одуванчиков И в перерывах Вуква Л Разыщу всех обиженных Маленьких, маленьких Под последний Тихий припев И Тань, достань Нас из кармана Налея ставший За один чай И разошли Всем телеграмму И наконец Мастер-класс от Диляры И Карины. Как правильнее играть И даже немножко спеть. Очень тяжелые Аккорды. Вообще в 13 лет Можно только найти 4 их Поэтому я их и нашла Все начинается с простого аккорда Эпс, же, ц Карина поет Самое главное вот это, знаете, непонятно откуда взято народное творчество Вытащить из живота Дальше Заплачу от обезделия Воняют носки Можно еще 50 грамм хлоропнуть, ага Закрою ими тело Чтобы снаружи Не знаю, какой партию Когда была я как внутри Чтобы все люди Гон maintenance Моя аресь, мои чистоты Ла-Ла-Ла Ла-Ла-Ла Моя аресь, мои чистоты Улыбнусь я солнцу Покрашусь белым цветом Да, выпью винцу Закушу черным хлебом Пойду по миру, да по миру погулять И с каждым встречным я буду танцевать Ой, не нужны мне слезы, печали мне не нужны Хочу лишь весны, где не было бы стужи И померла бы, там сдохла бы от тоски Но не забыла взять грязные носки